Добрый день, уважаемые трейдеры инвесторы. Сегодня 9 апреля, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, как обычно, перейдем в списку важных новостей по доллару, которые я уже заботливо отфильтровал для вас. Трехпыковые новости, либо трехзвездочные, они начинаются, друзья мои, со среды. А сегодня вторник, в среду у нас ставка по Новой Зеландии. И что важно, это ставка по канадцу тоже важна, но главное это инфляция. В США кто-то выйдет в 15.30, и слава богу, что ставка по Канаде выйдет на 45. Ну и собственно, я думаю, рубль никого не интересует, а вот фомки будут завтра. И что-то мне подсказывает, что вся основная волатильность этой недели придется именно на среду. Давайте посмотрим, что можно поторговать на графиках. Поехали. Итак, начнем с котировщиками золота, которые продолжают победоносное шествие каким-то заоблачным ценникам. Напоминаю, что золото стоит максимально дорого за, пожалуй, всю свою историю. Рост золота с 2000-х, с 300 баксов до нынешних 2000, почти 300. Невероятно, конечно, все это здорово. Индикатор страха работает в рынках. Вот, но пока как нам на этом заработать не вижу, потому что лонговые сломы немножко до них не дотягиваются для того, чтобы цепляться в лонги. Поэтому, собственно, кульминация этого движения, мне кажется, еще мы ее и увидим. Возможно, кстати, на инфляции. Пара евро-доллар тоже очень странно напоминает, что отработала нонфарма. Нонки у нас вышли сильные по баксу. Он был обвал, но потом это все полностью выкупили. После откупки теста лонгового слома не было. Вчера рост продолжился. Переписали экстремум нонфармов. Это нормально. Но для покупок можно было, конечно, использовать нижний слом, но до него не дошли. Сейчас котировки стоят над лонговым сломом. И те, кто хочет купить этот инструмент, то зона лонгового слома находится здесь. При стопе, собственно, за этот лоу, у вас потенциал примерно вот такой. Я думаю, что в какой-то ближайшей новостной перспективе это вполне реализуемо. Так, что касается фунта. Фунта мы продавали вот здесь. Вот здесь. И он уже на грани без убытка. Что его выбьет, я думаю, в ближайшее время. Кстати, неплохо посидели в плюсе. Соотношение было хорошее. 15 на... Ну, где-то примерно 7 к 1. Но цели не были отработаны. Единственное, конечно, порадовало, что британец дотянулся таки, дотянулся до лонгового слома. Вот, в принципе, я здесь немножко скинул. Но на этом и все. Вот, сейчас все потихонечку стоит. Вот, и что-то мне подсказывает, что это стояние на хаях, оно неспроста. Это все к волатильности завтрашнего дня. Я не думаю, что сегодня кто-то будет занимать серьезные позиции по этим инструментам, где есть доллар, если завтра у нас такие важные подряд новости. Австралиец подрастает. Напоминаю, что цели наверху есть, вот. Но зайти тоже не дали ни на крупном тайме, ни на мелком. То есть, откатов к сломам нигде не было. Ну, исключением может составлять только, собственно, нонфармы и, ну, тесты каких-то сломов. Но, опять же, на, ну, на мелких таймах этот инструмент лучше не трейдить. То есть, ключевые сломы еще не были оттестированы. А доллар-канадец после захвата ликвидности декабря и марта месяца, похоже, это ложный пробой, я говорил, что такое возможно, может вполне обрушиться по вот этой всей натяжке. Вот, и я думаю, что именно завтра с инфляцией все по этому инструменту разрешится. И не удивлюсь, что эти котировочки у нас еще, мы еще их увидим. Доллар-иена. Доллар-иена продолжает давить на свои исторические хая. Напоминаю, что инструмент на неделях находится на годовых, трех годовых экстремумах и давит на их пробой. Также понятно, что если предыдущие года банк Японии это все отгонял, и в 2002, и в 2003, и сейчас мы в 2004 опять здесь находимся. Все, естественно, ждут какого-то обвала, но его пока нет. Возможно, японцы тоже ждут данных по инфляции, чтобы меньше денег использовать на сдерживание этого курса. Если, допустим, инфляция сама по себе выйдет высокая, то инструмент также сдуется. Но как-то так. Что касается нефти. Вчера давал торговую идею по нефти от вот этого слома. В принципе, мы стоим примерно по тем же ценам. Чуть-чуть выше. Вот здесь интересует вот эта площадка. И вполне, вполне можем прокатиться по вот такому сценарию. От текущих получается... Сколько там? 85 на 230. Ну, примерно... Сколько там? 4... 3... Ну, нормальное соотношение здесь. Но площадка есть. Вот она, кстати, не одна. То есть нефти есть куда падать. Обвал у нас происходил именно на переходе с пятницы на понедельник. То есть на выходных. Тест был вчера на американской сессии. Пока стоят высоко. Но место довольно-таки интересное. Биткоин радует своей техничности по сломам. Кстати, все тестил. Пробил всю площадочку. Как мы и ожидали в рамках бычьей тенденции. Все это, по идее, должно закончиться очередным переписыванием экстремов. По индексу доллара тоже пока все вяло. Вот, но однозначно есть и шортовая инициатива. Которая, кстати, давала свой шортовый слом. Ну, и в принципе, то же самое, что и по многим инструментам. То есть индекс бакса как минимум тестировал шортовый слом. И торгуется под ним. Что говорит, собственно, о зарождении шортовой тенденции в этой зоне. Индексы. Индексы в печали. Все стоят. Я думаю, все ждут инфляции. Вот у нас такая глубокая шортовая коррекция. И по стоксам, по даксам прошло три волны. Раз. Ну, первая, вторая, третья, четвертая. И, возможно, мы стоим на зарождении пятерочки, которая может вынести вот этот уровень. Так, что касается газа. Газ пока дороговат. Если будет падать внизу, можно подбирать. Время еще есть. Так, что касается доллар-франка. И дальше по красам. Меня интересует исключительно сеточный метод торговли. Будем смотреть по этим инструментам сетки. Пока инструмент не достиг зон наших интересов, его не трогаем. Канадец-франк, по идее, должен достичь своей верхней площадки. Канадец-иена. Очень шикарные цены. И если Банк Японии наконец проснется, то падение этого инструмента я ожидаю не менее чем на 7000 пунктов по площадке, которая была обозначена в июле и июле прошлого года. И, собственно, декабре тоже прошлого года. То есть, есть куда падать. Если он будет подрастать, сетка с шагом не менее 1000 пунктов. И вот это движение можно взять. Я об этом говорил. То же самое по франк-иене. Потому что здесь в обоих инструментах иена находится в качестве котировой валюты. Есть куда падать по целевым зонам. Австралиец-канадец подрастает. Меня интересует в этой зоне для набора шортов, пока он сюда не дошел. Новозеландец-франк тоже хорошая коррекция. Есть вот эта площадка. Я думаю, на ставке по Новозеланде это все будет пробито. И австралиец-новозеландец меня интересует немножко выше, пока он сюда не дополз. Радость, с которой я вспоминаю валютные инструменты, касается Еврокада, который пошел четко от лонгового слома и идти ему от текущих цен еще на 3700 пунктов, а может быть даже и на 4. Если еврик будет подрастать, а впереди ставка, это логично, то этот инструмент тоже может дать дрозда. Но напоминаю, завтра ставка по канадскому доллару, которая может здесь тоже пошуметь. Евро-франк меня интересует выше вершины мартовских экстремов 23-го года, евро-ауди от границ диапазона, которых он еще не достиг. Ну и серверочек у нас, друзья мои, штурмует 28, впереди 30-ка, и, собственно, гигантская трехволновая структура может быть уже закрыта. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Поехали. Так, значит, что у нас, 4 комментариев. Первое, спасибо, да, помимо ручной торговли, я некоторые пары торгую довольно продвинутым сеточным роботом с разнообразными настройками. Так вот, по моим наблюдениям, за последние 4 месяца лучше всего отрабатывать пара ауди доллара, да, потому что она флетит, а роботы, как правило, сеточные, вот, и на сеточных, на флетовых инструментах торговать сетками, почему бы нет. Удалось так подобрать настройки, что сетки закрываются в обе стороны, не сильно нагружая маржу. Конечно, это не полный автомат, пригляд обязательный, но, тем не менее, это пара лучших всех мажоров. Уважаемый Игорь, смотрите, дело в том, что вы сейчас попали в флетовую зону по австралийскому доллару. Сейчас пройдет какое-то время, и инструмент перейдет в трендовую фазу. Если у вас полуавтомат, то рано либо поздно перед вами станет вопрос о фиксации возможных убыточных ордеров, к которым этот инструмент может не вернуться довольно продолжительное время. И вот беда всех полуавтоматов, что решение о закрытии сеток вам принимать, ну, скажем так, придется самому, что довольно тяжело. Поэтому, если вы сразу закладываете риск на определенную сетку и, собственно, принимаете его в будущем и можете это отработать в симуляторе, то это лучший вариант. Но если вы не закладываете риск на сетку и можете позволить ей уйти довольно далеко, то момент принятия решения закрытия сделки может даться вам очень-очень сложным и, как правило, невозможным. Вы можете потерять весь депозит, и это может привести к большой депрессии. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока!